hi there in this video i will tell the difference between future simple and going to привет всем добро пожаловать на канал simple english в этом видео я вам расскажу разницу между future simple и going to то есть обеими временами которые очень часто используются для описания будущего времени сначала разберемся с формулами future simple то есть как мы используем само это время какие у них формулы и разберемся к примеру то есть форме statement фьючерс не был очень простой а это саббеку и потом глагол францемпл а she will go home то есть она пойдет домой он думает best я сделаю все что я смогу и в отрицательной форме это у нас сабжект плюс will not или можно сказать коротко want потом глагол самый обычный и object например she will not go to school she will not go to school то есть она не пойдет в школу следующий пример это i will enter university i will enter university я поступлю в университет какой посетительная форма как всегда у нас вспомогательный глагол выходит вперед will потом сабжек потом вы потом обжигал скул то есть пойдет ли она в школу или же will buy this phone will buy this phone то есть купим ли мы этот телефон в принципе фьючерс не был это одна из самых простых времен в английском языке очень легко использовать тут нету ничего что меняется как допустим present simply да мы не добавляем с мы не меняем глагол смотря на сабжект то есть фьючерс не было очень простое время в английском языке я бы сказал бы самый простой и так теперь мы разберем going to как использовать а и формулы что передать собираться то есть statement вы ставим сабжек потом смотря на этот сабжект мы выбираем одну из форму to be в настоящем то есть м и спарганьте потом глагол и обжиг например she's going to meet me то есть она собирается встретить меня и вы можете увидеть что гайцу это никак не при не перевоза прямо как идет да а собирается следующее это they're going to have lunch after lessons то есть они собираются сделать ланч после уроков и в отрицательной форме это у нас сабжект потом м из а и просто добавляем нот going to глагол самый обычный и объект например хиз над гой туле в школу он не собирается покинуть школу вы и надгой тухар ланч автор лесен стойки мы не собираемся делать ланч после уроков и последняя вопросительная форма это как всегда у нас помогает снова опять же уходит вперед м из а сабжек гонки в обе ищи гонку колми а собирается ли она позвонить мне собирается ли она позвонить мне артега и тахов в ланч авто лесен собираются ли они сделать ланч после уроков то есть тоже легко очень легко очень понятно во многих местах почти во всех продолжениях going to у нас переводится как собираться и теперь самое главное это в чем же разница в использовании этих времен оба этих времен используются для predictions то есть для предсказаний и для планов в чем же разница когда мы используем для планов future simple когда мы используем going to и это мы сейчас разберем ok а future simple мы используется для predictions то есть для предсказываний когда а предсказывания основаны на чем-то что мы знаем или же когда мы гадаем что-то допустим мы знаем что по всему миру идет глобальное потепление и каждый год все теплее и теплее да и мы можем сказать this summer will be hot то есть это лето будет жарким потому что мы знаем что это все теплее и теплее или же мы просто говорим наугад да мы гадаем это лето будет жарким а когда мы используем going to when predictions are based on something that we can see here or feel то есть когда мы делаем предсказывание когда мы предсказываем что-то опираясь на то что на том что мы слышим видим или чувствуем мы используем going to например look at the clouds is going to rain то есть посмотри на облака собирать идти дождь как бы сейчас пойдет дождь потому что мы видим что облака скапливаются и сейчас будет дождь да мы уже это видим и это уже нам понятно мы не гадаем мы не знаем это но мы просто делаем предсказывание смотря на факты которые мы видим теперь планы то есть когда используется фьючер снипл с планами when we are deciding now то есть если мы решили сделать что-то то есть если мы планируем что-то сделать сейчас то мы используем уилл с планами для будут будущем например i'll enter the university допустим ваш друг рассказал вам про хороший университет и вам этот университет понравился и вы сейчас вот прямо решили поступить и вы своему другу скажете i'll enter the university то есть я поступлю в этот университет да то есть вы решаете это сейчас а когда же мы используем going to с планами going to используется с планами когда мы уже давно решили что сделать например we are going to have a holiday in dubai next week то есть мы собираемся идти на каникулы в дубае следующей неделе мы уже давно это решили мы уже знаем что что это будет где когда будет да и мы не только что ты решили это уже решили давно из этого мы используем going to и последний на сегодня это offers and promises то есть предложение и обещание то есть когда мы делаем кому-то какое-то предложение либо мы обещаем что-то делать не делать мы используем только future simple и для предложений и обещаний going to в английском языке не используется например i will not do this again то есть я не сделаю это а заново я не буду этого делать данного да это мы обещаем кому-то что мы не сделаем это заново или же допустим можете сказать своему другу will we go to the cafe after lesson то есть пойдем ли мы в кафе после урока это предложение мы предлагаем ему пойти с нами в кафе после урока и так на этом все если у вас есть вопросы пишите в комментариях я буду рад всем отвечать если вам понравилось видео конечно же не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал всем удачи до свидания